И решите мне зачитать телеграмму министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Александровича Холокольцева. Примите искреннее соболезнование в связи с гибелью лейтенанта полиции Гадеева Михаила Константиновича. Оставаясь в верном присяге и служебному долгу, Михаил Константинович отдал свою жизнь борьбе с преступностью. В его лице органов внутренних дел Российской Федерации потеряли Стойкова и мужественного офицера полиции. Предлагаю почтить минутой молчания память погибшего сотрудника. На сегодняшний день судом удовлетворено ходатайство следственного органа и, соответственно, в отношении обоих предозреваемых избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный орган в настоящий момент времени осуществляет сбор доказательств для предъявления обоим фигурантам обвинения в тех деяниях, которые им инкриминируются. Особенность этого уголовного дела состоит не просто в процессуальных каких-то моментах в расследовании уголовного дела, а действительно в особенности личности сотрудников, которые, в свою очередь, внезапно прежде всего для себя столкнулись с действительно полноценными особо опасными преступниками при исполнении служебного долга. Не смолодушничали, проявили действительно стойкость и мужество. Задержание произвели фактически те же самые сотрудники, которые, в частности, один из которых получил ранение. И действительно, будучи уже заведомо, как мы с вами сейчас понимаем, смертельно раненым, он, тем не менее, действительно довел свой служебный долг до конца. Не дал возможность преступникам скрыться, а вот, потеряв остатки собственных сил, действительно обезвредил и уже передал обоих, соответственно, подозреваемых коллегам для, соответственно, дальнейшего уже уголовного полноценного преследования, не дав возможность им скрыться. Мы с вами прекрасно понимаем, насколько на сегодняшний день актуальна проблема реализации наркотиков. То есть, что действительно они всецело, всемирно понимали значимость своих действий по пресечению этих преступников. На потеря нашего боевого товарища, лейтенанта полиции Гадеева Михаила Константиновича, это личная трагедия для нас, для каждого сотрудника полиции. Несмотря на свой достаточно молодой возраст и непродолжительное время работы в органах внутренних дел, он чуть более пяти лет отработал в органах внутренних дел, лейтенант Михаил Гадеев является ветераном боевых действий. Проходил службу в Северокавказском регионе. Службу свою начал в 2014 году непосредственно в составе полка патрульно-постовой службы, сержантской должности. И через небольшой период времени уже получил звание лейтенант. И все вот это время он служил полку патрульно-постовой службы. В мобильном взводе, наверное, не случайно вот это подразделение, которое в ночное время заступает для охраны общественного порядка на улице города, имеет позывные «Заслон». Заслон – это препятствие, в первую очередь, преступности, правонарушения. При заступлении на службу сотрудники патрульно-постовой службы получают и пользуются видеорегистраторами. Охрану общественного порядка коллеги осуществляли на территории заводского района в вечернее время, проезжали, когда в составе автопатруля обратили внимание на двоих граждан. Значит, один гражданин стоял вдоль дороги, второй гражданин был во дворе пятиэтажного дома, что вызвало подозрения у сотрудников полиции, потому что по расположению граждан, по их поведению, то, что они оглядывались на патрульную машину, пытались там где-то спрятаться. Их действия были оценены, в первую очередь, сотрудниками подозрительно и применительно к действиям, которые проводят это закладчики наркотических средств. Поэтому патрулем было принято решение об остановке, проверке вот этих лиц на предмет нахождения при них запрещенных предметов, такие как наркотики, на предмет нахождения в розыске. Значит, при выходе из автомашины был включен персональный видеорегистратор и все вот эти вот время общения до трагической секунды, когда прозвучал выстрел, все зафиксировано на видеорегистратор. Он лично, как старший автопатруля, в основном вел беседу с лицами, значит, насколько корректно, насколько вежливо, по имени и отчеству, значит, соблюдение мер личной безопасности, все действия были сотрудников предприняты, значит, при проверке на предмет нахождения в розыске, значит, то лицо, которое в последующем произвел выстрел сотрудника, значит, у него при себе отсутствовали документы, он назвал вымышленные данные, при проверке по базам, значит, было вызвано подозрение, что данное лицо таким не является. У вот этого лица, значит, в перчатке были обнаружены предметы, которые имели сходство с наркотическими веществами в виде закладок. Значит, принято было решение в соответствии с законом о полиции о задержании этих лиц, так как они на момент обнаружения вот этих наркотических средств подозреваются в совершении преступления, сбытия наркотических средств. На одну руку задержанного был одет наручник, при попытке одеть на вторую руку наручник, значит, оказал активное сопротивление, в том числе и вооруженное, прозвучал выстрел. Можно сказать, что и слышим мы, что сотрудник, находясь, получил смертельное ранение, значит, принимает все меры к задержанию, происходит борьба, второй сотрудник оказывает помощь. Значит, на помощь сразу вызвали наряды ближайшие, которые находились при патрулировании. Проведено задержание вот этих двоих лиц. Когда мы анализировали вот эти записи разговора происходящего, еще раз отмечу, насколько вежливо, корректно, уважительным гражданам было отношение наряда по имени-отчеству, вежливо, культурно. И неоднократно, три раза, уточню, что Михаилам было сказано, это наша работа. Когда вопрос встал противодействия вот этих преступников, не проверяйте нас, не досматривайте нас и прочее. Вот трижды, уверенно, Михаил произнес, это наша работа. Главному управлению было такое высказанное мнение, провести вот такую акцию, увековечить вот такой поступок. И вот этот смысл слов, это наша работа провести, именно довести до граждан, довести до подрастающего поколения. Для тех граждан, которые придут на смену, это должно являться примером. С сегодняшнего дня мы массированно приступили к такой акции. Во-первых, разработали вот такие вот стикеры, которые мы планируем разместить на служебный автотранспорт. На остановочных павильонах города Саратова для наших граждан вот такая вот краткая информация с фотографией Михаила будет размещена. И на основных билбордах города Саратова вот такая вот информация будет размещена, потому что такой действительно подвиг должен стать достоянием гордости всех и каждого, не только сотрудников полиции. В настоящее время начальником главного управления представлено на рассмотрении министру внутренних дел Российской Федерации представление о присвоении государственной награде ордена мужества посмертно. В ближайшее время, дни, планируется предъявить обвинение тому лицу, кто совершил это преступление по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по статье о незаконном обороте наркотиков. Сбор доказательств еще не завершен, он продолжается и планируем как можно быстрее все это закончить, провести и уже дело объективно всесторонне расследовать и принять уже законные обоснованные решения по уголовному делу. Вопрос именно наркопреступности, необходимо отметить, что это проблема, наверное, всех субъектов Российской Федерации, не только Саратова и Саратовской области. Если рассматривать по результатам работы, за 11 месяцев на территории города Саратова зарегистрировано 1107 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 10,9% больше сравнений с прошлым годом, привлечено к уголовной ответственности 220 лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в составе наркопреступлений. Административная ответственность, которая предусмотрена за незаконное хранение наркотических средств по статьям 6.8 и 6.9 Кодекса административных правонарушений, привлечено 581 человек, больше на 21,8% в сравнении с прошлым годом. Из незаконного оборота наркотиков изъято 57 килограмм, 159 граммов наркотических средств. Особую тревогу, особую озабоченность вызывает лица, которые осуществляли тайниковые закладки наркотических средств. Таких лиц, которые осуществляли тайниковые закладки, было задержано и привлечено к уголовной ответственности 196. Хотел бы обратиться к гражданам, что основным местом, где закладывают закладки, являются дворы домов, полисадники, территория гаражных лесных массивов. Поэтому, если вот такие вот подзрительные лица есть в вечернее-ночное время, если где пользуются фонариками, значит, по таким фактам сразу незамедлительно сообщать полицию для реагирования и задержания вот этих лиц.